Уже ребята выступали и бежали и 600 метров, и 500 метров, и тысячу бежали, так что уже все практически стартовали. Ну и вот очень интересно будет посмотреть их уже на классической дистанции, на дистанции, на которой разыгрываются медали всех крупнейших стартов. Нам показывали олимпийского чемпиона Юрия Барзаковского, он обладатель рекорда. Ну вот он как раз на экране, на русской зиме 1.46.65. Да, он всегда с особым вниманием смотрит за этой дистанцией, очень болеет за ребят. Мне кажется, ему легче самому уже пробежать, но всегда он, всегда Юрий на дистанции, где-то рядом, если есть бег на 800 метров. Напомним, Барзаковский рекордсмен страны 1.44.15. Роман Троценко возглавил бег 26.77, первые 200 метров. Вербицкий там за ним рядом, Дубровский. В женском счете не взяла со второй попытки Елизавета Бондаренко. 4.45. Ну и Полина Кнорос тоже 4.45 первая не взяла. Ну вот поэтому пока там лидирует Оксана Гатаулина, но и сейчас у девчонок начнется вторая попытка. Троценко, Дубровский и Вербицкий пока здесь. И Рощупкин здесь уже переместился на третье место. Немножко растянулась, да, лидирующая группа в сравнении с женским забегом. Там поплотнее было. Да, здесь ребята уже понимают, что им надо хотя бы выполнить норматив мастера спорта, чтобы получить свои призовые деньги. Троценко, Дубровский, Рощупкин и Вербицкий там сейчас одно. Напомню, норматив на чемпионат Европы и наш бонус. Результат 1.46.75 нужно. Ну это очень много. Это для ребят очень быстро. Дубровский, смотрите, пытается сейчас и получается у него выйти сейчас. Ну, Троценко, правда, его так тащит немножко. И посмотрите, начинает Рощупкин финишировать. Сюда же вправо уходит. Так, ну все-таки мне кажется, что Дубровский. Мне кажется, что Дубровский пытался вырваться там из-за спины Рощупкин. Пытался там Рощупкин, но мне кажется, чуть-чуть ему не хватило. И секунды даже в полторы уложились с первого по седьмое место. Молодцы!